Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Кто так ездит? Сотрудники ГАИ взялись за водителями грантов. И среди купцов были романтики. Кто стал главной женщиной жизни Егора Анаева, построившего Самарскую кирху? Булгаковский морфий на электрогитаре. В Самаре открылся театральный фестиваль русской классики. За гастарбайтерами присмотрят. Сотрудники ГАИ вышли в рейд на поиски нарушителей среди водителей общественного транспорта. Причем особое внимание к тем, кто приехал в Самару на заработки из ближнего зарубежья. Все это не случайно. Кривая ДТП с участием маршруток в последнее время поползла вверх. Впрочем, Андрей Горгуленко, который патрулировал улицы вместе с дорожными инспекторами, убедился. Не все так плохо. 16-й километр Московского шоссе. Остановка для 17-ти городских маршрутов. 12-ть из них это маршрутные такси. И таксопарк у каждого маршрута очень большой. А потому к работе нередко привлекаются иностранные водители. В основном это представители стран ближнего зарубежья. И пока, чтобы перевозить пассажиров, им достаточно водительских прав своей страны и специального разрешения на работу. Но уже летом 17-го года потребуются международные права особого типа. Многие водители уже в курсе. Да, это знание, да. Готовитесь к экзамену? Да. У возерченной с документами все в порядке. Но не все мигранты такие сознательные. Вот, к примеру, еще один гость из Братской Республики, Бахтиар, забывает вовремя оплатить свои штрафы. Третья полоса – штраф и за грязный номер. То есть полихачиваете, да? Да. Не, ну, так получилось. Проверяют не только неоплаченные штрафы. Необходимо, чтобы вся документация для работы была в порядке. И техническое состояние автобуса было отличным. Рейды связаны с наступлением холодов, к которым граждане Южных Республик не привыкли. В ноябре уже произошло пять ДТП с общественным транспортом, в которых погиб один человек. В четырех случаях виновными были именно водители маршрутных такси. Получая разрешение, патенты на разрешение работы осуществлять пассажирские перевозки. И не зная, как вести себя в наших, скажем так, негуприятных условиях, погодных, скажем, зимней именно на данный момент обстановке, как вести себя на дороге. Рейды выявляют и самые частые нарушения маршрутчиков. Это заблокированные аварийные двери и превышение количества пассажиров. За каждое нарушение придется заплатить по 500 рублей. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Сразу два нестандартных дорожных происшествия случились в Самаре. В соцсети появилось объявление об угоне трех экскаваторов. Машины исчезли в ночь с 14 на 15 ноября на трассе М5 в районе ресторана «Русская охота». Пока неизвестные катаются на спецтехнике, на московском шоссе произошел еще один курьезный случай. Очевидцы записали на камеру мобильного телефона, как группу людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. Во вторник утром от улицы Аврора до Революционной образовалась огромная пробка. Выяснилось, что на первой полосе по направлению в город встали троллейбусы. По данным ТТУ, здесь была повреждена контактная сеть. На месте работали специалисты управления. На данный момент повреждение устранено, движение троллейбусов восстановлено. В полку самарских кадетов прибыл ученики 177-й школы, что в Куйбышевском районе Самары, принесли присягу. Пока в этом учебном заведении лишь 180 ребят носят военную форму, но их число растет в геометрической прогрессии. И уже через два года школа может стать полностью кадетской. Почему военная романтика так манит школьников, выяснил наш корреспондент. Илья Проскурин немного волнуется, но, как и положено командиру отряда, внешне сохраняет спокойствие. Четко прочитав присягу, получает удостоверение и встает в строй. Теперь он настоящий кадет. Я горжу, что я стал кадетом, а не в обычной школе. Зато я, возможно, какое-нибудь звание большое получу. Вместе с Ильей приняли присягу и получили свое удостоверение 138 новых кадетов. С этого дня в школе 180 ребят будут носить военную форму. Кадетским движением в Кубешском районе Самары гордятся и активно развивают его. Действительно, эта школа гордость района и будет дальше развиваться эта школа. И, соответственно, планируем, что где-то через два года, когда большая часть учащихся этой школы примут присягу, станут кадетами. Соответственно, школа уже будет у нас не с кадетским уклоном, а будет полностью кадетская школа. Радоваться торжественному дню присяги у кадетов времени будет немного. Уже завтра продолжится серьезная подготовка. После этого ребят ожидают ежедневные трудовые будни, учеба усиленная. Ну и помимо этого, после обеда у них очень напряженная подготовка. Я имею в виду в смысле военной подготовки. А подготовка эта включает в себя футбол, хэквондо, карате, хореографию, строевые, огневые и тактические учения. Олег Зверьев, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Вся Самара знала его как купца, построившего кирху и кумус-лечебницу. И только одна женщина обращалась к нему. Мой миленький дружочек Жоржик. Самарцам рассказали о любви купца Егора Анаева к его первой супруге. До сих пор неизвестно, сколько именно они прожили в браке. Но именно о ней он писал свои мемуары в глубокой старости. История любви, по которой можно снять с кино, поразила Марину Матвейшину. Единственный купец-романтик в самарской истории. Егор Анаев, построивший в Самаре кирху, оставил потомкам еще одно бесценное наследие – автобиографические заметки. Личный фонд купца историки обнаружили в архивах области. В 71 год мужчина написал воспоминания о жизни. Сохранились и фотографии самого купца его второй жены и их восьмерых детей. Но нет ни одного фото его первой супруги Марии Осиповны Зельцер. Однако имена о ней единственные он пишет свои мемуары. Профессор Зоя Кобозева уверена – Марии и есть любовь всей его жизни. Многие возразят мне, потому что наши краеведы, которые занимались этой проблемой, они не все считают, что первый брак купца Егора Никитича Анаева можно назвать счастливым браком. И они даже очень многим считают, что эта первая жена была такая вот не совсем нормальная барышня, ну и стероидная барышня. А я думаю, почему нет, именно таких и любят. Историю купеческой любви Зоя Кобозева рассказывает буквально в лицах. Слушатели ловят каждое слово лектора, каждое движение мимики. В свете рассказанных событий Самарская кирха перестает быть просто зданием и памятником истории, признаются слушатели. Как и другие места и дома, о которых рассказывают на открытых лекциях. Это заряжает. И с зарядом этой энергии хочется жить дальше, узнавать историю о своих родных, близких. Хочется знать, как же жила моя тут прабабушка, прадедушка, как они жили, каким воздухом дышали. Открытые лекции – это уникальный проект, который реализует Самарская газета. Ученые, краеведы, филологи рассказывают о Самаре, людях, событиях, характерах. И если раньше лекции проходили в редакции, то теперь послушать их можно в городских библиотеках. Как и раньше, абсолютно бесплатно. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других темах дня. Самарские судебные приставы обязали неплательщика налогов погасить крупную задолженность. Речь идет о компании, занимающейся обработкой металлов. Предприятие накопило более двух миллионов долгов по налогам. Поэтому приставы наложили на него запрет на регистрацию служебного транспорта. На данный момент неплательщик полностью погасил недоимку. Экс-главбух МВД в Новокуйбышевске похитило более 800 тысяч рублей. Эти деньги были выделены из федерального бюджета на содержание личного состава. По версии следствия, в декабре 2015 года главбух, находясь в служебном кабинете, их похитило. Уголовное дело рассмотрит Новокуйбышевский городской суд. До окончания дачной амнистии осталось полтора месяца. Начиная с 1 января 2017 года узаконить свои дачные строения, жителям региона станет сложнее. Последние 10 лет вопрос регистрации индивидуальных жилых и дачных домов, гаражей и садовых участков решался по упрощенной схеме. За это время ею воспользовались 240 тысяч заявителей. Тем же, кто не успел, следует поторопиться. В четверг в магазинах губернии нельзя будет купить алкоголь. 17 ноября – Международный день студента. Закон о мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области включает эту дату в число тех, когда в регионе запрещается розничная продажа спиртного. 17 ноября в Самаре на площади Куйбышева пройдет выставка пожарной техники. Все желающие смогут посмотреть на образцы техники, примерить боевую одежду пожарного и сфотографироваться в ней, задать вопросы специалистам. Выставка приурочена к 175-летию со дня образования пожарной охраны Самарской области. Время работы с 10 до 16 часов. Булгаков, Чехов и Фанвизин на Самарской сцене. В муниципальном театре камерная сцена – снова триумф русской классики. На этот раз свое видение представили режиссеры из Москвы, Ульяновска, Орла и подмосковных Химок. Это уже второй фестиваль в таком формате. На открытии и первом спектакле побывал Олег Зверев. Музыкальный инструмент как средство изображения наркотических иллюзий. Трагедию доктора, ставшего морфинистом, артиста театра «Наш дом» из Химок поставили в жанре драма на электрогитаре. Спектакль по рассказу Булгакова на Самарской сцене. В муниципальном театре камерная сцена начался второй всероссийский фестиваль русской классики «Страница прозы». Участники – артисты из разных городов России. Химкинский театр уже приезжал на фестиваль два года назад. Тоже с постановкой Булгакова. Даже в Москве около 300 театров и мало кто посещает друг друга. Потому что, во-первых, и времени, и сил, и желания. Это какая-то такая обособленность некоторая. И в фестивале это, наверное, одна из немногих и единственных возможностей вообще посмотреть другие коллективы, пообщаться. И, конечно, себе показать, безусловно. Потому что это очень интересно, проверить всегда спектакль на другой площадке, как он работает. В программе фестиваля только классика. Участники и столичные провинциальные театры. Произведения русских писателей всегда в тренде. И сегодня у самарских зрителей есть возможность снова перелистать страницы прозы, посмотрев на них новым взглядом. Так, как их видят режиссеры из Москвы, Ульяновска, Орла и, конечно, Самары. Этот замечательный фестиваль русская классика, не просто русская классика, а страницы прозы. Это ведь очень большие, великие писатели. И очень много езжу, и у меня очень много интересных фестивалей. И поэтому я не могу отдать предпочтение столичным фестивалям и театрам. Пять театральных вечеров и все русская классика. В программе «Станционный смотритель» по повести Пушкина в исполнении московского апорте. «Чудаки» по рассказам Чехова и Шукшина от Орловской свободной сцены. Возвращение Платонова спектакль Ульяновского драмтеатра и завершает цикл недорстли фан-физина в исполнении самарской труппы. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Споры о Самаре. Жителям предлагают выбрать логотип города к чемпионату мира. Непростая задачка. В Постниковом Мавраге, несмотря на плотную застройку, нашли место для новой школы. Обучать, играя на форуме всероссийского значения, педагоги обсуждают, как сделать дошкольное образование более эффективным. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютубе. Подписывайтесь на Самарегис и смотрите все самое интересное в качестве HD. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!